Здравствуйте, дорогие друзья, с вами телепроект Урбанистика. Здесь мы говорим о городах и о том, как сделать наши города удобными для жизни. Меня зовут Александр Минаков, и сегодня в студии у нас также два Александра. Это наши гости, сотрудники архитектурной студии 1i1, Александр Григорьев и Александр Алексеев. Здравствуйте, друзья. Спасибо, что пришли к нам в эфир. И сегодня мы будем говорить о полиции, создании удобного города и полиции. Вот какая здесь может быть связь? Давайте попробуем Александра попросить объяснить нам это. Дело в том, что на самом деле проблема безопасности, это, наверное, одна из таких ключевых, один из ключевых вопросов, который возникает, когда мы говорим о развитии городской среды, о развитии удобной среды, потому что город, как всегда, это такая очень сконцентрированная среда с постоянной конкуренцией разных социальных групп, и там, естественно, возникают конфликты, и там всегда есть какие-то источники опасности. Но когда мы стараемся эту среду как-то преобразовывать, общественность, ее начинает преобразовывать, вопросы безопасности выходят на первый план. Понятно. Ну, с точки зрения архитектора, с точки зрения урбаниста, какая проблема в работе полиции заслуживает наибольшего внимания, на ваш взгляд? Я думаю, что здесь сложно выделить какую-то одну проблему. Скорее, это комплекс проблем, связанных как с качеством работы, то есть, с раскрываемостью, с общим отношением социума к полиции, доверию к ним. То есть, я сказал бы, что здесь нету одной конкретной болевой точки, скорее, это комплекс таких вот, комплекс проблем. Ну, понятно, что мы как урбанисты, или как люди, которые занимаются исследованием городов или проектированием городов, вряд ли сможем помочь полицейским в раскрываемости. Я думаю, что в контексте урбанистики проблема номер один — это вопрос присутствия их. То есть, на сегодняшний день в городской среде полиция — это как некоторая изолированная прослойка, которая очагово где-то проникает, но эффекта постоянного присутствия, постоянного ощущения защищенности, который возникает от этого присутствия, сегодня нет. И мы считаем, что наш проект, в частности, который мы сделали, как раз один из путей решения этой задачи. Ну, и еще я добавлю, что важен момент сотрудничества. То есть, сегодня есть общественность, которая как-то хочет обеспечить свою безопасность, есть полиция, которая вроде бы должна выполнять эту функцию. Но существует определенное недоверие между полицией и обществом. Ну, может быть, не всем обществом, но определенными социальными группами, которые, тем не менее, имеют общую цель, порядок и безопасность. И вот задача, наверное, средствами, в том числе средствами архитектуры, как-то переломить эту ситуацию и улучшить взаимодействие и сотрудничество. Ну, если мы посмотрим на то, как выглядит отделение полиции сегодня, в каком оно здании находится, каким образом оно взаимодействует с людьми, то мы, наверное, увидим, что это что-то вроде крепости такой, да, полузакрытой, с железными дверями. Вот, и я даже могу привести пример, скажем, одного поселка Ленинградской области, где недавно побывал, полиция там огородила себя забором. То есть, мало того, что это отдельно стоящее здание, естественно, без всяких там каких-то там приемных условий для нормального попадания людей, то есть, более того, они как бы огородили себя забором, то есть, по сути, как вот феодалы в какие-то средние века. То есть, правильно я понимаю, что ваша студия, она, в общем-то, разработала проект, да, который, ну, может поспособствовать тому, что эта ситуация изменится? Ну, да, этот проект, он, конечно, сам по себе не изменит ситуацию в одночасье, да, понятно, что это должен быть какой-то элемент там тех реформ, МВД, о которых сейчас много говорится, вот, просто мы, нам кажется, что, когда происходит какая-то такая серьезная реформа определенного института, должны меняться в том числе и те физические рамки, да, та среда, в которой этот институт функционирует. Вот, так эти изменения будут происходить лучше и быстрее. Ну, хорошо, давайте тогда, я попрошу нашему режиссеру показать сейчас первый видеоролик, который как раз и представляет проект, разработанный нашими гостями для полицейского отделения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дорогие друзья, произошла небольшая техническая накладка. Нам сначала показали ролик о грузинской полиции, в котором звучал одновременный ролик и гимн грузинской полиции. Ролик, который показывает проект студии 1i1, это следующий ролик. Давайте посмотрим его прямо сейчас, чтобы нам, собственно, можно было продолжить беседу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Проект полицейского участка, только что мы с вами посмотрели, разработан архитектурной студией 1i1. Ну, я попросил бы сейчас моих гостей прокомментировать его. Вот насколько глубоко этот проект проработан? Учитывали ли вы, скажем так, рутинную деятельность полиции, чем она занимается при проектировании этого здания? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Изначально мы заявляли проект как концептуальный, то есть его суть в том, что он как бы иллюстрирует основную концепцию. Концепция состоит в двух блоках, один прозрачный, другой глухой. И эта концепция, она может быть адаптирована под разные масштабы. То есть он может быть как большим, рассчитанным на большой штат сетрудников, так и маленьким, павильоном стоящим где-то на локальной улице. Поэтому на данный момент проект разработан в общих чертах, в больших массах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы прокомментировали его, почему он выглядит именно так, как мы видели сейчас? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С функциональной точки зрения. С функциональной. Я бы, может быть, начал с его образа как некой метафоры. С одной стороны, это прозрачный объем, который позволяет окружающим видеть, в принципе, то, что происходит внутри, видеть работу полицейских повседневную. То есть это некий образ прозрачности, метафора прозрачности. С другой стороны, присутствует глухой объем, где там могут располагаться камеры предварительного заключения, там могут быть какие-то еще кабинеты и помещения. Но он в любом случае символизирует некую силу закона. Туда не очень хочется попасть. И тот, кто находится снаружи, соответственно, он свое поведение постарается, наверное, скорректировать таким образом, чтобы не оказаться в этом глухом и мрачном сером объеме. То есть, на самом деле, идея в том, что, убрав эту такую стену, которая находится между полицией и между окружающими людьми, между горожанами, мы устанавливаем некий такой взаимный контроль. То есть, с одной стороны, полиция лучше видит то, что происходит вокруг. С другой стороны, она находится на виду. Под наблюдением в каком-то смысле. А когда человек находится на виду, он вольно или невольно начинает как-то корректировать свое поведение. Ну, в каком-то смысле это на него влияет. Хорошо. Ну, у нас есть звонок в студию. Давайте послушаем. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер. Я не согласен с молодыми людьми. Здание стекленное должно быть полностью, понимаете? Потому что преступления будут совершаться там, где вот этот каменный блок дополнительный, где вы говорите, камеры. Пускай будут показывать камеры, это будет стыдно людям, во-первых. Только отделить туалеты. Это первое. Второе, мне кажется, все-таки я обращался к одному милицейскому начальнику на вашей же передаче и спрашивал, почему до сих пор нету постовых милиционеров, как было раньше, годы за стоя, военное время и так далее. Потому что милиционер на посту, это всегда как бы защита, понимаете? Во-первых, форма у них была совершенно другая. Сейчас идут как, что на зоне форма, что у милиционера. Непонятно, живот висит, там грязное, помятое и так далее. Это лицо, понимаете? Это лицо защитника. А он говорит, у нас это новое штатное расписание. Так давайте вернемся к старому штатному расписанию, чтобы на крупных перекрестках микрорайонов стоял обязательно постовой милиционер. Пускай они меняются там через каждые 4 часа. Вот вам и стеклянные ворота. Спасибо, ваше мнение понятно. Спасибо вам большое. Сейчас наши... Давайте кто прокомментирует? Мне кажется, что это очень разумно. И в принципе наша идея... Давайте с первого начнем, да? По поводу прозрачности блока. По поводу постовых. А, постовых, да. То есть я абсолютно с этим согласен. И одна из идей, которую мы реализовали, то есть что такое постовой? Это эффект присутствия. Действительно, вы видите человека, он здесь. И подсознательно вы все равно чувствуете защищенность. Стеклянный объем, который мы сделали, он как раз работает по тому же самому принципу. То есть я убежден, что на конкретной улице жить будет гораздо спокойнее, если вы будете знать, что круглосуточно вот в таком-то месте находятся бодрствующие полицейские, и вы их постоянно видите, и они могут вам прийти на помощь в любой момент. Это раз. То, что касается прозрачности всего здания, я скорее не могу согласиться, что нужно делать все прозрачным, потому что мне кажется, что это некоторые нарушения прав и свобод, если человека видно там внутри. Это раз. Я имею в виду задержанного. Да, задержанного. Ну, потому что мы же не знаем, виновен, невиновен. Ну, естественно. По какой причине он так. А второе, это мы в конечном счете стремимся изменить отношения людей. То есть привнести уважение и доверие в отношениях с полицией. Тогда проблема избиений, она отпадет сама собой, потому что избить могут в подвале, в машине, в туалете. Все невозможно сделать прозрачным. Только изменив отношения, можно решить эту проблему. И мы пытались сделать именно это. Ну, Александр, что скажешь насчет присутствия? Здесь, пожалуй, нечего добавить. По поводу присутствия, я бы еще сказал, что, наверное, наш зритель вполне прав в этом отношении. Единственное, что все-таки, как он сказал, во время войны были постовые полицейские. Сейчас все-таки уже 21 век. Я думаю, что они должны быть, наверное, мобильные. Они могут ездить на велосипедах, как я видел недавно в Вашингтоне. Они вокруг Белого дома просто ездят на велосипедах. Полиция. Они могут быть на электрокарах небольших. В конце концов, они могут просто на машинах ездить. То есть это тоже будет эффект присутствия создавать. Да, единственное, что я бы еще добавил, это, ну, понятно, как, в принципе, я уже говорил, должны меняться не только здания, должны меняться и люди, может быть, должны меняться какие-то там правила, да, нормы. То есть это только один из элементов системы. Понятно, что поменяв все отделения, настроив новых отделений, мы не решим проблемы, которые существуют. Но это один из важных элементов. Ну, ты как раз рассказывал мне о неком своде правил, которые существуют по поводу строительства таких объектов, как отдел полиции. Нет, ну, дело в том, что понятно, когда мы занимались этим проектом, мы, в принципе, изучали те требования, которые существуют к подобным объектам. Есть, например, свод правил СП-1295, если я правильно помню его название, инструкция по проектированию объектов МВД. Там есть определенные параметры, которым должны соответствовать отделения. Но дело в том, что наш проект концептуальный, он не создается под конкретные требования, под конкретную ситуацию, потому что ситуаций может быть много. Все эти требования зависят от того, какую территорию обслуживает это отделение, какие там есть подразделения. И более того, когда мы создаем такой проект, мы, в том числе, исходим из того, что в рамках реформ должна меняться и нормативная база. Поэтому, наверное, сейчас в наши задачи не входило создать вот такое здание, которое будет точно соответствовать тем нуждам, которые сейчас есть у полиции. Я говорю, чтобы этот проект не воспринимали как конкретный, готовый, уже полностью сделанный проект, для того, чтобы его можно было завтра построить и вместить туда какое-то отделение. Ну, тем не менее, сама концепция стеклянных зданий, она, в общем-то, уже, наверное, нельзя назвать ее суперновой. Например, в таком постсоветском государстве, как Грузия, не так давно, на наших глазах, последние 5-6 лет происходила реформа полиции, которая, в частности, включала, помимо всех других антикоррупционных и прочих мер, в том числе, улучшение технического оснащения полиции и строительство тех самых стеклянных, современных зданий, открытых для публики, открытых для посещения, куда хочется прийти и где тебя нормально обслужат. Вот, к сожалению, у нас ролики поменялись местами, но, в принципе, наши зрители уже видели ролик про грузинскую полицию, где как раз эти здания были, в принципе, довольно подробно показаны. То есть, видно, что и форма, как сказал наш телезритель, совсем другая, и совершенно очевидно, что отношение полицейских тоже изменилось, потому что я читал многочисленные отчеты россиян, которые съездили в Грузию. То есть, это действительно не какая-то пропаганда, не пиар, то есть, действительно, работа полиции в корне поменялась в этой стране. Вот, в этой связи, как вы считаете, что мешает нам в России сейчас сделать это? У нас не хватает денег, или у нас нет политической воли, или почему у нас забуксовала реформа? Ну, это, наверное, вопрос не к нам, а к тем, кто, может быть, к представителям. Ну, вот, вы не знаете, вообще, была ли в концепции реформы полиции, которая сейчас у нас осуществлялась, и, по-моему, еще она не завершена? Я, например, точно знаю, что было повышение зарплат сотрудникам. Это было, да, это правильная мера. А строительство новых зданий, был ли такой пункт, в принципе, в программе? Могу сказать, однозначно, что на выступлении Рашида Нургалиева перед депутатами Госдумы он говорил о том, что стенки в полицейских участках будут заменены на прозрачные. То есть, значит, что переоборудование среды тоже подразумевалось. Подразумевалось, да. Ну, то есть, но он это сказал как бы на своем уровне понимания, что вот прозрачные стенки в участках поставить. Я читал на сайте распечатку беседы, ну, то есть, его выступление, и там вот была такая фраза, что за ней скрывалось, конкретизации не было. Но, к мне, нет, сам факт такой был. А есть ли у вас информация, сколько всего у нас отделов полиции в стране? Сколько нужно нам построить зданий новых? Ну, цифру я сейчас не назову, но, наверное, не нужно все здания там сразу перестроить. А с чего начать? И, наверное, не для всех регионов, скажем так, это подойдет. Потому что понятно, что в тех местах, где сегодня там взрывают блокпосты, да, ну, это не лучшее решение. Но мы все-таки говорим о достаточно уже такой современной городской среде, о крупных городах, городах-миллионниках, может быть, ну, или более мелких городах. Но, тем не менее, где, в принципе, есть некий такой запрос общественный на изменение отношений в связи с безопасностью, и с этих городов, я думаю, имеет смысл начать. Ну, то есть, я так подозреваю, что с городов-миллионников, да, вы имеете в виду? Или наоборот? Да нет, с любых крупных городов. У нас, как бы, принято ставить какие-то эксперименты, да, выбирать там, либо это какие-то такие крупные центры, как Петербург или Москва, или, наоборот, для таких экспериментов часто выбирается какой-то такой, может быть, в каком-то смысле среднестатистический город или среднестатистический объект. Вот, возможно, имеет смысл начать с какого-то такого среднего... На мой взгляд, я хотел бы добавить, что, мне кажется, достаточно было бы построить пять таких павильонов, распределить их, допустим, в пяти городах, распространить их в самых криминогенных зонах, вот в рассадниках преступность, там, не знаю, напротив баров каких-нибудь... Поселке Металлострой. Да, 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 вот именно там, в самом, как бы, жерле. И просто посмотреть по статистике, допустим, за пять месяцев, что там будет происходить, как будет обстановка, в каком состоянии полицейский похудел, там, кто-нибудь, может быть, занялись спортом, или наоборот. Под воздействием ультрафиолетовых лучей. Ну, мало ли, мало ли, да. То есть, просто посмотреть статистически, как это работает, потому что, там, может быть, внести на основании этого какие-то коррективы, в общем, действовать методом проб. Ну, то есть, пилотный проект. Да, да. Пилотный проект был бы вполне возможен, да, здесь. Хорошо, давайте послушаем еще один звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Вы сможете ответить на вопросы, когда жители района будут ставить оценку с розовым безопасностью, в постоянной работе, а не начальство, потому что количество галочек. Когда в общественный контроль будут выбирать, а не значать полицейский. И последний вопрос. Когда стрельбуют рядовых, снимут дамоков меч. Иногда идиотки в приказах начальства, за невыполнение которых положена тюрьма. Спасибо. Ну, наверное, не совсем по адресу, да, потому что... Я думаю, что вопрос имел более широкий контекст, но я считаю, что то, что было названо, наверное, является неотъемлемыми звеньями общей реструктуризации. Ну, то есть, имеется в виду, что все эти вещи должны происходить в рамках реформы естественным образом. Да, но мы... Да, то есть, как бы комплексно. Мы не можем говорить о реформе в целом, да, мы здесь говорим о ее, скажем так, составляющей, связанной с преобразованием среды или того пространства, в котором происходит эта работа. Ну, хорошо, давайте говорить действительно о среде, коль скоро у нас передача называется «Урбанистика», и в гостях у нас отнюдь не сотрудники МВД, а люди, которые проектируют эту городскую среду. Ну, очень интересно еще был недавний информационный повод, который создал Павел Дуров, основатель сети ВКонтакте. Любопытно, что, кстати, что все больше и больше людей из, казалось бы, такого не архитектурного и даже не урбанистического сообщества высказываются на тему преобразования городов, то есть, видимо, какой-то модный тренд уже стал. Так вот, Павел Дуров высказал 10 таких преобразований, сформулировал, которые необходимо сделать в Петербурге, чтобы он стал там современным и так далее, там комфортным городом. И один из них, один из пунктов у него такой, он предлагает выгнать всех старых полицейских и нанять новых под присмотром британских аудиторов. Что вы скажете на этот счет? Мне кажется, что все-таки развитие должно быть эволюционным, а не революционным. То есть, у нас в России есть некоторая проблема с тем, что мы очень любим сжечь все старое, как бы отринуть весь опыт прошлого и начать строить что-то новое, потом приходит новая парадигма, отвергается старое. И вот этот революционный путь, мы видим, что он не дает таких результатов, как хотелось бы. Я считаю, что, безусловно, можно перенимать опыт там британской полиции, у других, наверное, это действительно нужно. Но также, может быть, не стоит отвергать всех специалистов, которые есть на сегодняшний день, а как-то развиваться эволюционно в направлении качества, понять, в чем проблемы. То есть, просто убрав всех людей и набрав новых, не изменятся ли они под воздействием системы, не станут ли они такими же, как были старые. Мне как-то не так давно попались цифры, которые показывали, что количество сотрудников МВД в России, сотрудников полиции на тысячу человек населения в разы превосходит количество сотрудников полиции в развитых странах, в США, в Европе, в Японии. То есть, возможно, скажем так, там есть кого сократить, но я думаю, что там есть кого оставить. Ну, вот переаттестация у нас недавно была, да, и в принципе, ну, все констатируют, люди, которые за этим наблюдают, констатируют, что она, в общем-то, провалилась. Ну, это было неудачно. Потому что обновили только 20%, и, соответственно, видимо, этого недостаточно. Ну, возможно, к такой акции, как переаттестация, должны действительно привлекаться какие-то сторонние консультанты, специалисты, которые, может быть, имеют какие-то свои методики, но это уже вопросы управления персоналом, да. Мне кажется, ситуация с переаттестацией прекрасно иллюстрирует то, что просто обновление кадрового состава — это не решение. И повышение зарплаты даже при этом. Да, и повышение зарплаты. То есть, ни к чему не привело. В самом принципе, это не решение. То есть, проблемы, они более глубокие, я думаю, что на более тонком уровне они должны решаться. Ну, я так понимаю, что это должен быть все-таки комплекс мер какой-то. Ну, конечно. Включающие архитектурно-дизайнерские решения, материально-технические, включая там повышение зарплаты, новые автомобили, там, рации и прочие, компьютеры, да. Ну, и третье — это уже, наверное, обновление состава, тренинги там и прочее, 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 да. Хорошо, ну, у нас есть такая новость. Вчера буквально произошла смена министра МВД. То есть, вместо Рашида Наругалиева, многострадального, назначен президентом новый руководитель, генерал Колокольцев. Как в ваших планах? Есть ли соображения такие выйти в МВД с учетом того, что руководство новое, предложить им ваш архитектурный проект? Ну, если была такая возможность, на самом деле, мы бы с удовольствием ей воспользовались. Просто, на самом деле, сложно что-то предложить министерству, если нет соответствующего запроса, да. Мы же не можем пойти к министру, там, на прием. Ну, вы же можете написать ему онлайн, например. Можно попробовать. И, в принципе, мы могли бы принять участие в каком-нибудь тендере, да, на проектирование какого-то такого помещения. Но вряд ли условия этого тендера будут там соответствовать нашему видению. Потому что там, скорее всего, достаточно жесткие требования к тому, что должно получиться в итоге. Но вот нам, на самом деле, кажется, что то, что мы сейчас эту тему подняли, и она, на самом деле, получила достаточно большой отклик в средствах массовой информации, многие об этом о нашем проекте написали, это уже само по себе предложение, да, то есть начало дискуссии. Возможно, оно действительно кого-то заинтересует, и, может быть, даже не мы, а кто-то другой в конечном счете реализует эти вещи, но, тем не менее. То есть, вы не претендуете здесь на эксклюзивность, да? Нет, ну, понимаете, мы бы с удовольствием в этом участвовали, наверное, да, если бы действительно там условия были, если бы это соответствовало нашему видению, но я думаю, что в этом должно участвовать гораздо больше людей. Ну, безусловно, да. Но тут я думаю, что и запрос должен быть со стороны ведомства, и с другой стороны, конечно, должна быть и активность со стороны людей, которые это предлагают, потому что, мне кажется, эти две тенденции рано или поздно должны все-таки встретиться, чтобы мы, наконец, получили нормальные работающие органы внутренних дел, да? Хорошо, дорогие друзья, спасибо большое нашим гостям. С нами были сегодня Александр Григорьев и Александр Алексеев, со-руководителем, можем так сказать, партнеры архитектурной студии 1i1. И мы сегодня говорили о том, как мы архитектурными, урбанистическими, планировочными средствами можем внести свой вклад в реформирование российской полиции. Спасибо вам большое за внимание и до свидания.